Здравствуйте! С вами Юлия Пагасьян. На телеканале Видное ТВ стартует цикл моих авторских программ «Мастер своего дела». Мы расскажем вам о людях, которые делают жизнь в Ленинском городском округе комфортной. О наших соседях, приятелях, друзьях, родственниках, о которых, казалось бы, мы знаем все. Но у каждого ведь есть своя специальность. И есть в этой специальности свои нюансы. Сегодня мы находимся на территории троллейбусного парка города Видное. И мой герой – водитель троллейбуса Ольга Дзюба. Прямо сейчас мы узнаем, как проходит ее рабочий день. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Ольга, ну вот мы здесь находимся в диспетчерской. С чего начинается ваш день? День мой начинается. Я подхожу к диспетчеру, показываю ей свои документы, что они у меня в целости с охранностями, потому что без водительского удостоверения я не имею права выезжать на линию. Какие-то документы получаете? Получаю документ, путевой лист, расписание и бортовую книжку. Дальше идем к троллейбусу? Нет, дальше я иду к медику. Ага. Прохожу медицинское освидетельствование. Доброе утро. Доброе. Ольга, ну вот после того, как вы завершили все свои дела в диспетчерской, дальнейший процесс выхода на линию, каков он? Что вы делаете дальше? Ну я захожу в троллейбус. Сейчас мы зайдем с вами вместе в троллейбус и начинается проверка, да, я так понимаю, транспортного средства? Да, я возьму перчатки. Это какие-то определенные перчатки или они могут быть любыми? Они могут быть любыми. У нас есть диэлектрические перчатки. В халу, в мокрую погоду, в дождик, в снегопад мы одеваем диэлектрические перчатки. А в сухую погоду мы можем обыкновенные перчатки, хэбэшные, прирезиненные. Я тоже надену перчатки, чтобы попытаться залезть на крышу. Сейчас мы вместе с Ольгой попробуем это все исполнить. Пойдемте на крышу залазить. Есть какие-то вот трудности? Насколько это женская профессия? Потому что я даже не предполагала, что придется лазить по крышам. Вот надо быть, наверное, физически как-то к этому подготовленной или как? Да, вы знаете, я бы не сказала, что она и женская, и мужская. Вы же знаете, что женщины у нас сильный народ. Да. Мы все выдерживаем. Да, я бы... Да, поначалу, когда я только устроилась водителем, отучилась, было, конечно, было сложновато. Это надо все неисправности знать, токоприемников. Уметь надо поменять головку токоприемника. Опыт. Все приходит с годами, опыт приходит с годами. Ну, давайте попробуем, посмотрим, как вы это делаете. Вот такие вот лестницы. Очень просто скалолаз у нас, Ольга. В погоду, в сырую, в холодную. Мы ездим на угольных ставках. Мы их заменим. А их каждый раз надо перед выходом на линию менять? Да нет, вы знаете, все зависит от погоды. Ну, как долго она может одна работать? В хорошую, сухую погоду я могу всю смену, все 10-11 часов, могу проездить на угольной ставке. В сырую погоду, в дождик, снегопад, мне приходится залазить, будем так говорить, на крышу, ну, 5-6 раз за смену. Ольга, раскройте секрет. Именно из-за этих деталей срываются вот эти вот рога, и троллейбус устанавливается прямо на дороге? Причина может в том, что угольная ставка стерлась, а троллейбус без угольной ставки, он повредит контактную сеть. Поэтому у нас вылетают штанги, мы выходим, это независимо на остановке, посреди дороги. Мы поменяли и спокойно, с чистой совестью поехали дальше. Ольга, не только водитель, мне кажется, это еще и слесарь, я не знаю, как это правильно назвать, но ведь действительно, посмотрите, сколько труда приходится приложить для того, чтобы троллейбус ехал, для того, чтобы он нас, пассажиров, вез из точки А в точку Б. Это просто героическая женщина, героическая профессия, правда. Я посмотрела, убедилась, хорошо ли у меня башмак. Он так называется, башмак? Да, башмак, головка, закреплен, все ли у меня здесь в порядке. Бывает срыв башмака, чтобы он, ну, бывали такие случаи, что если башмак уловитель неправильно закреплен, башмак срывается, улетает. И может повредить другую машину, да? Да, легковую машину, так же может попасть, ну, как бы на человека, да, там, может быть. Предсказуемо куда? Да, он непредсказуем, потому что скорость-то тоже большая. А такие случаи бывали в вашей практике? В моей лично нет. Ну, у коллег случалось, да? Да, случалось. Все, можно спускаться на землю. Спускаться на землю. Ну, я, наверное, попробую, конечно, я попробую, но вряд ли у меня что-то получится. Потому что я не такая героическая женщина, как Ольга. У меня, наверное, только на парочку ступенек. Нет, у меня даже на парочку ступенек вряд ли что выйдет. Ну, на то и разные профессии бывают, разные специальности. Я журналист, только у нас водитель троллейбуса. Поэтому мы все-таки оставим эту прерогативу ей и зайдем уже непосредственно дальше в троллейбус, да? Нет, нам надо поставить только приемник. Только приемники у нас весят от 12 до 13,5 килограмм. А вот эту работу я, как думаете, смогу совершить? Я думаю, что все-таки я не настолько безнадежная. Отодвигаю, да? К башмаку. Да. И под лирой. Натягиваю. Да, выводите из-под лиры и кверху. Так, и потихоньку отпускаем. Направляю ее на путь. Ага. Вот наш башмак встает. Ну, меня получилось подставить, закрепить эту всю историю. Слушайте, ну это на самом деле очень тяжело, потому что 13 килограмм, да? Да. Это, не знаю, наверное, если бы это была моя работа, я бы тут сутки бы это все сделала. За какой-то период времени вы вот это все делаете в идеале, прям быстро все, вам надо на смену. Сколько уходит времени? Не более пяти минут. Не более пяти минут. Сами понимаете. Затем мы проверяем крепление колес. Ого! Каждый раз это все? Это каждое утро. В течение дня, если, допустим, была замена баллона в течение дня, ну, по мере возможности надо выходить и подкручивать гаечки, чтобы не отлетело колесо, чтобы было затянуто всегда. Какая большая ответственность. Пока мы проверяем колеса, идем мы визуально смотрим на троллейбус, чтобы не было повреждений, царапин. А если находите то, что, что, какие детства? Диспетчеру мы должны об этом сообщить, диспетчеру уже высшему руководству сообщить, что на этом троллейбусе в течение ночи что-то произошло. Я опять убеждаюсь, что профессия непростая на самом деле, и насколько она женская, мы уже это обсудили. Ну, а вам конкретно, вот за что она нравится, вот эта профессия ваша? Вы знаете, у меня был папа водитель в троллейбусе. Это уже династия. Ну, да, будем говорить, династия. Я приходила к нему, каталась. Бывало такое, что и он пускал меня за руль, но не во время движения, потому что мне было 11-12 лет, если вы сами понимаете, просто он стоял на обеде, я садилась, закрутила, как бы, ну, баранку. Ну, мне это нравилось. Вы всегда знали, что будете водителем троллейбуса? Нет, вы знаете, моя первая профессия – портной верхней одежды. Ну, так как у нас 90-е, да, 2000-е, все отелье закрылись, работать начальника, это было сложно. И я выбрала, пошла я работать кондуктором. Я год отработала кондуктором, и через год я вошла учиться на водителе троллейбуса. И сколько лет вы уже водите троллейбус? Больше 15 лет. Это все было здесь видно? Нет, вы знаете, я отучилась в городе Уфа, республика Башкортостан, я там родилась. Три года я там отработала водителем троллейбуса, затем я уехала в Санкт-Петербург. Пять лет я работала в Санкт-Петербурге. И как вас занесло в наш город? Ну, затем я приехала в Москву. В Москве я отработала два года. Ну, и узнала, что здесь есть такой хороший город Видное. Мне посоветовали. Мы пришли, устроились. И вот по сегодняшний день, уже более пяти лет, я работаю в троллейбусном Видновском парке. Трудимся, воспитываем детей. Вам нравится в Ленинском округе? Очень нравится. Видный парк, очень, как вам сказать, город видный, спокойный город. Летом очень много зелени. Город, где яблони цветут. Троллейбус проверили, он полностью пригоден к тому, чтобы выйти на линию. Что мы сейчас и сделаем. Ольга, давайте стартуем. Вот мы поехали. Ольга, а о чем говорят вот эти вот провода, которые мы видим наверху? Везде ли может остановиться троллейбус? Или где-то только в определенном месте? Вот всегда мне задают вопрос. А почему вы едете с большой скоростью и начинаете притормаживать, или вы останавливаетесь? Мне было всегда смешно. Ну, как вы можете представить? Вот, допустим, троллейбус нужно уехать налево и направо. И мы же не можем троллейбусы обогнать. Вот если автобус, допустим, автобусы может всегда обогнать, а мы троллейбусники, мы не можем друг друга обогнать вперед. Ну, да, понятно. Одного проехать, другого. У нас для этого существуют автоматические стрелки. Что это такое? Как они выглядят? Я вот не понимаю. Как вы их распознаете? Впереди меня это будет сходная стрелка. Значит, мы въезжаем вот два провода, четыре провода. И мы въезжаем на одну линию. Затем у нас идет расходная стрелка автоматическая. Чтобы мне уехать налево, мне нужно будет нажать подтоком, чтобы я ушла подтоком. Это значит, на пусковую педаль нажимаю и уезжаю подтоком. Чтобы мне уехать направо, мне нужно отпустить пусковую педаль, выбрать скорость. Скорость от 5 до 10 километров, чтобы не превышала. И я автоматически, я накатом без тока прохожу направо. Как вы понимаете, вы же не видите рога? Вижу. Я в зеркало визуально, я наблюдаю. То есть вы в зеркало наблюдаете за движением рогов? Да. У меня не то, что одна дорога, у меня их две. Одна дорога, у меня колеса идут по дорогам, а вторая дорога, у меня линия. Ольга, ну а то родные ваши не переживают, когда вы на смене? Все-таки такое движение в дороге постоянно. Да вы знаете, у меня, наверное, дети уже привыкли к тому, что их мама, водитель троллейбуса, все-таки стаж говорит о своем. А супруг у вас чем занимается? А супруг у меня тоже водитель троллейбуса, тоже со стажем. У вас семейный подряд? Да, мы с ним познакомились у нас в городе, в городе Уфе, на одном. Из обедов остановились, вместе у нас были обеды, разговорились. Он холостой, я холостая с двумя детьми. Так и живет. Итак, да, в этом году у нас с ним юбилей, 15 лет мы с ним вместе. Ольга, ну а вот все-таки это работа с людьми, постоянный контакт с людьми. Насколько вот надо быть стрессоустойчивым, чтобы работать на линии постоянно? Вот этот процесс как у вас происходит? Как вы к нему привыкали? Нет, вы знаете, я люблю общаться, я люблю с людьми общаться, выслушивать их. Интересно работать водителем троллейбуса. Не всегда успеваешь просмотреть новости. Они заходят в троллейбус, бабушки, дедушки. Рассказывают, что у нас происходит в городе, видное, что у нас происходит в России. А бывали какие-то случаи неприятные, что связано с работой на линии? Будь то с людьми или на дороге. Вы знаете, мы сталкиваемся каждый день с этими проблемами. У нас бывают бабушки, дедушки. Бывает, не увижу, как они, допустим, с задней двери выходят с клюшками. Вроде как бы она уже вышла, и я начинаю двери закрывать. Бывает такое, что я могу зажать дверьми. Ну, естественно, я выйду, извинюсь перед ними. Бывают стрессы на линии пробки в городе, очень ужасные, час пик. Как вы справляетесь с стрессом после смены? Может быть, как-то отвлекаетесь? Да, мы отвлекаемся. Мы с мужем выезжаем, бывают выходные дни, выезжаем на речку, в лес. Грибы собираем, рыбу ловим, отдыхаем, возле костра сидим. Вот так мы свой стресс снимаем. Какой у вас график работы? Как дни, по которым вы работаете, и сколько часов длится ваша смена? Смена у нас длится 11 часов, а график у нас 2-2. Обед? Два обеда у нас. Во время смены два перерыва. Один длится у меня час, другой у меня длится час 30 минут. Завершается ваша смена, и вы направляетесь в троллейбусный парк. Мы уже здесь, в троллейбусном парке. Как дальше происходит, как вы заканчиваете смену? Ну, я заезжаю в троллейбусный парк. Охрана у меня проверяет салон, чтобы не завести кого-то там постороннего, чтобы лишних предметов в парк не завести. Затем я проезжаю на мойку. Мы сейчас направляемся как раз-таки на мойку. Каждый раз после смены троллейбус проходит через мойку, правильно? Да, мы в течение дня еще заезжаем на мойку. То есть мы всегда, чтобы троллейбус у нас был чистый, аккуратный. Это обязательное условие. Это условие обязательное, да. Ну, давайте теперь выйдем и дадим работать людям, которые моют троллейбус. Ну, и заодно посмотрим, как это все делается. В конце смены Ольги мы встретили ее супруга Сергея, который сейчас только готовится выйти на линию. Сергей, здравствуйте. Скажите, ну вот каково это быть в одном подряде, так скажем, со своей супругой, работать на одном предприятии в одной профессии? Ну, удобно. Всегда рядом с женой, с семьей помогаешь друг другу. Утром помогаешь ей траве воспринять. Она тебя поддерживает всегда, если что случилось. Ольга рассказывала, что вам очень нравится наш город Видное, что вы отсюда уезжать не хотите и хотите так же продолжать здесь работать. А вам, как наш город Видное, уже наш всех город, который сплотил нас, жителей, в одно целое, одна семья. Ну, видно, хороший город, мне нравится. Маленький, уютный, добрые люди, ну, горожане. Очень красивые сады, красивые улицы. Сейчас вот делают площадь, строится, расширяется. Ну, видно, что у этого городка будущее очень хорошее. Ольга, ну, я не могу уйти из троллейбусного парка и отпустить вас, не попросив сесть за руль и, может быть, хотя бы чуть-чуточку проехать. Пожалуйста. Сейчас вы меня научите. Сейчас я наглядно стану на некоторое время водителем троллейбуса. Это троллейбусного парка нашего замечательного города Видное. Так, ну, учите. Пурс молодого бойца. Что надо нажимать? Что надо делать? Куда ставить ноги? Не, как в автомобиле, не, как в автобусе. В общем, 10-летний стаж вождения автомобиля можно забыть. У нас две педали. Одна пусковая, другая тормозная. Да, правая – это пусковая, левая – это тормозная педаль. И руль. И руль. Да. Мне страшно, честно, мне очень страшно. Куда мне ехать, а? Поворачивать? Боже, я веду троллейбус. Когда я вообще могла бы об этом подумать, что я смогу это осуществить? Я нормально еду? Вы руководите мною. Так, не туда. У нас имеются провода. Мы же не должны обладать. Да, это я уже уяснила. Тихонечко. Тихонечко нажимаем на пусковую. Ага. Вы не представляете какое-то удовольствие. Это очень страшно, но очень увлекательно. Нам надо поворачивать, чтобы не совершить ДТП. Вот мы здесь останавливаемся. Так, мы нажимаем на тормоз. На тормоз у нас идет. Вот так. Немножко не плавно, но я только учусь. И ставим ручник, правильно? Да. На себя. Вот так. Шушулька, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ о работе сотрудника троллейбусного парка, о водителе, о женщине-водителе. Ведь мы сегодня с вами пообщались. Не только вы мне рассказали о том, как проходит ваш рабочий день. Мне было очень приятно, что вы поделились подробностями своей личной жизни, своей семьи. Я желаю, чтобы дорога была всегда светлая и хорошая, чтобы никаких неприятностей ни в коем случае не происходило. И чтобы в вашей семье тоже все было очень благополучно. Сегодня мы познакомились с работой водителя троллейбуса. Ждите новых выпусков программы «Мастер своего дела», которая теперь будет выходить каждую пятницу, сразу после вечерних новостей на телеканале «Лидное ТВ». С вами была Юлия Поготьяна.